Мужчина в годах в последнее время частенько сидел возле своего дома и украдкой горько плакал. Проходящие соседи, понимающие, кивали головой, делали вид, что не замечали скупых мужских слез, показательно поджимали губы, торопливо отводили взгляд. Не останавливались участливо, чтобы утешить, а лишь прибавляли шаг, дабы скорее пройти мимо, оставляя страдальца наедине со своим горем. На самом деле этих людей нельзя было назвать злыми или бессердечными, это было совсем не так. Другого бы без вопросов пожалели бы, а к нему и грамма сострадания не получилось проявить. Все помнят, какой он был, как говорится, что потопал, то и полопал. Сережка Портнов ушел в армию жиденьким пареньком, худым и немного сутулым, а вернулся в деревню крепким, статным, будто бы даже ростом выше стал. Конечно же, девчата сразу оценили завидного жениха, уж больно форма шла ему дюжа, стали глазки строить, на вечерних гуляниях поближе к нему становиться. Задумался парень про невесту будущую, тем более уже и папка не скрывая торопит, мол, чего баловаться, надо жену себе искать. Я после армии сразу на твоей матери женился. Дом построили вдвоем, вас с сестрой вырастили. Столько лет душа в душу. Мама же, напротив, советовала сыну при такой важности, уж больно форма хорошо сидела, выбирать невесту не спеша, с умыслом. Не хай, не торопится, пусть посмотрится мальчик. Глядишь, и найдется для него какая девушка непростая, с достатком. Чего же голь да нищету плодить, если можно побогаче кого взять? Скажешь тоже, Любка, не дури. Какая же мы голь да нищета? Дом справный, скотины полный двор. Пока голодные не ходили еще ни дня. Сколько наработали, столько и в тарелке лежит к обеду. Люба, не зная, что ответить, обиженно поджимала губы, замолкала. А Сережка вдруг задумался. И правда, раз самой идет, почему бы не выбрать чего стоящее? Перебирал в уме варианты наиболее на его взгляд подходящие, среди тех, кто его уже давно взглядом окучивает. Остановился на двух и шибко озадачился. Как быть? Анюта, что ближе к озеру живет, за березовой рощи. Уж больно хороша с обоя. Коса с руку мою, ладная вся, задорная, за словом в карман не полезет. Как раз мне такие по душе. Но недостаток имелся у красавицы. Уж больно батя ее приложиться к бутылке любил. Но дела домашние все руки не доходили. Оттого и покосилась без мужицкого присмотра избушка старая. Двор давно зарос сорняками. Видно, на веселе легко ему живется. Шестерых наплодил, а как их растить, сильно не печется. Вся его семья пообносилась. Малыши и вовсе словно цыганята по улицам бегают, по дворам шастают, на угощение надеются. Тяжело будет при таком раскладе Сережке с Анютой свою семью начинать и дом построить. Не с мамкой же век куковать. Ни к чему, Сережке, эти вопросы. То ли дело Мариши, дочка свечтовода местного, колхозного. Мало того, одна в семье растет, уже и дом свой имеет. Благо тетушка приставила старенькая, оставила единственной племяннице добротное угодье впрок. Папка с мамкой ее не последние люди на селе. Будет почетным кругом и никаких лишних забот в виде бедных и голодных родственничков. Правда, и Мариша изъян свой имела. Мелковата ростом, на лицо простая. Несмотря на семью хорошую, выросла слишком скромной, молчаливой, стеснительной. Что, по мнению Сережи, жуть как скучный и кислый. Ну, немного все обдумав, пораскинув, все же решил Маришу в оборот брать. Уж больно красиво в его мечтах мотоцикл новенький, подаренный тестем, переливался красным блеском. Мариша чуть не плакала от счастья, что Сережа внимание на нее обратил. Перед свадьбой обмолвилась, что, дескать, еще со школы полюбила. Просто он не замечал взгляда в девушке томных. Парню такое признание было лестно. Со снисхождением кивал головой. Мол, понятное дело, вон какой я. Первый месяц еще сомневался, глядя невесту свою влюбленной по уши, глаз с него несводящий. Особенно сравнивая ее с ненароком Санюткой Веселой. А как будущий тесть пообещал с его полевой работой на водителя перевезти, их к служебной газе по блату предоставил, практически в личное пользование. Сразу улетучились все колебания. И будущая жена даже вполне миловидной показалась на какой-то момент. Со временем мужика мотоцикл зять же пригнал. Правда, свой, слегка поцарапанный в лесу. Но Сережке и это было за радость большую. Главное, с люлькой. И тарахтит так бодренько. Аж душа радуется. Не дурак, конечно, папка Маришкин был. Сережку сразу раскусил. К слову сказать, выбор Марии сначала не одобрил. Отговаривал. Мол, жених-то, на его взгляд, не слишком добрый человек. Да выгодой охочий. Завистливый. Просто пока молодой, еще не сильно заметны этих особенностей. Мамка тоже с отцом согласная была. Кивала ему, предлагая дочери другие варианты. Более достойный на ее взгляд. Ослабили свою хватку. Когда поняли, что не переубедить девушку. А уж после свадьбы, глядя на ее счастливое лицо, окончательно сдались. Да новой семье принялись помогать. Гнездышко свое строить. Что поделать, если единственная любимая чадушка сердцем такой путь выбрала? Первый год молодые жили душа в душу, можно сказать. Не могли нарадоваться семейной жизни. И всему в ней происходящему. Сережка уж больно доволен, был домом хорошо обставленным по последней моде. Газиком у ворот, почти пристязательски. Уважению от насельчан и женой покладистой, что всем сердцем желала угодить ему. А Мариша сердце свое едва унимало, в трепетном счастье, глядя на мужа любимого, желанного и такого ладного. Сергей частенько деловито подпирал руками бока, когда видел знакомых. Голову высоко поднимал перед товарищем. Мол, глядите, как я высоко порхну, аж самому завидно себе. А всего-то стоило мозгами пораскинуть и выбор правильно сделать, чем кидаться на что попало. Имел в виду бедную Анюту. В чем-то он был даже прав. Выглядела их жизнь очень прекрасной. Дома всегда порядок. Куры породистые по зеленому двору расхаживали. Корову молоко давало столько, что приходилось продавать. Родители с обоих сторон старались, как могли, помогать детям. Маришка в первый же год родила сыночка, здорового, голосистого. Молодая женщина до того сильно упивалась с семьей и материнством, что не сразу заметила, как Сережка мрачнеть стал. Все реже улыбался. Иной раз, задумавшись, оглядывал свое жилище, на пузатую вторую ребенком жену взгляды бросла презрительные, будто злился на нее, сам не зная, за что. Однажды вечером вернулся с работы совсем сбудораженный. Ногой дверь пнул, зашел в дом и уселся на скамью перед обеденным столом, гневно сощурив глаза, прикликнул. «Маришка, где тебя носят? Ужин тащи уже!» «Бегу, бегу, Сереженька! Устал, поди, мой хороший!» «А ты как думала? Это тебе не дома чай с молоком гонять с утра до вечера!» «Ну, отдохни! Сейчас накрою на стол, потом в баню иди, там уже готово все!» Это была обычная беседа супруга, можно сказать, мирная и уютная. Мариша не обижалась на слова мужа, несмотря на то, что весь день бегала, как совраска, с грудничком на руках и снова будучи в положении. Конечно, прибегали и свекровь, и мамка иногда с помощью, но все же основной груз по делам домашний лежал на плечах молодой женщины. Обычно Сережа оставался вполне доволен таким раскладом. Руганий нет, жена улыбается на его колкости и замечания, и вечера проходили совершенно тепло и мирно. Сегодня же крот из супруги его неожиданно вывела, и, не зная к чему придраться, он указал пальцем на муху, упавшую в ведро с молоком. — Ты совсем, что ли, решил ничего не делать? Развела тут свинарник. — Да чего ж баби рот, ленивый и коварный? Мариша достала ложкой муху, встряхнула в ведро с помоями и все пыталась понять, в чем же ее коварство, по мнению Сережи. Спросить прямо не решалась, чтобы лишний раз не злить. Тихонько ступала по половицам, в раздумьях и догадках. Долго не пришлось размышлять. Сережа сам заговорил, чем немного расстроил жену, вызвал преступ ревности. Слыхала вон, дура эта, дочь алкаша Федьки, укатила с головорезом каким-то вчерась, а? А батя-то ее от радости, что сплавил дочурку, квасит уже с самого утра. Что за народ? Ни ума, ни смекалки. И чему радуются? Еще не ведает тот дурак, куда вляпался, не гадает, что скоро вся ее семейка голодранцев переберется к ним. Говорил он это с какой-то обидой, досадой, а вовсе не с осуждением, как хотел показать. Маришке стало не по себе. Видно, чувства Канни еще остались. Сплыхнуло былое, раз так задело мужика. А Сергею вовсе не за любовь неведомую было горько. Да и не прикипел он сердцем Канни. Так уж, красивый считал, не больше. Досадно было от того, что не он всех переплюнул удачной партией, а нища оборванка, дочь выпивохи ленивого, увинтила в город с деловым начальником, что приехал за ней аж на новеньком москвиче, ярко-красном. Всем нос утерла вертихвостка, закрутила голову приезжему. И дернул черт его с проверкой явиться именно в колхоз, увидеть невповатцы лицу глупую, задастая. Пускал Сережка сплетни всякие, мол, скоро наиграется и выкинет, как ненужную игрушку. Все ждал этого момента. Но когда явился муж Анны, новоявленной, на Зиле, и забрал одним днем всю семью жены, вместе с нехитрыми пожитками из деревни, сник Сережка. Говорят, Анькин муж помог с квартирой, теща с тестем. В школу ребят их устроил. Забегая вперед, очень счастливо прожила Анюта в городе с мужем своим приезжим. До слез от чего-то Сережку доводили разговоры о сельских, о том, какой мужик хороший попался, красавица Анюте. Мало того, богатый, так еще и добрый, с душой. Озарение пришло вдруг, словно обухом по голове. Можно было и самому красивую жену взять, да в город укатить, счастье пытать. Приезжал бы королем, по деревне расхаживал, а вечерами обнимал бы ту, что глазам приятно, а не Маришку блеклую после родов вторых. Всю свою злость вымещал на жене, обвиняя ее в том, что охмутали его с папашей своим, деньгами рожу невесты прикрыли, голову закрутили парню бедному. Издевался словами над Маришей, смеялся над ее лицом уставшим, после ночи бессонной, над тем, что глаза вечно красные, а таз стал широк до того, что в девичье платье не влази. До того злость непонятная его охватила, что совесть совсем потерял и стал жену своими подначивать прямо перед родителями ее, усмехаться в открытую. Тесть глаза на него выпучил, не сдержался, стал наступать на мужика молодого, пока жена повела дочь из комнаты. Ты чего это, паршивец, ты на Маришку язык свой поганый разворачиваешь, а? Ишь ты, царь какой! Забыл, что ли, откуда ноги растут у твоей жизни благополучны? А ли плохо тебе на транспорте кататься белым человеком? Но не свое же! Как ни гляди, а добро чужое, вон как попрекаете отца внуков своих, мордой в происхождение тыкаете, подсунули свою дочь. Топнул ногой тесть, покраснел, жену позвал, попутно размахивая кулаком. Зина, собирай Маришку и внуков, к себе перевезем, а ты, поганец, сей же вечер из этого дома у Лепетовой, смотри-ка, посадили на шею. Скандал случился знатный в тот день. Сережа испугался дом отдельно терять, и газик, пусть не свой, а уж мотоцикл подавно своим считал, кровно заработанным. Сутулился, смотрел с грустью на метание в доме, пожалел, а сказано. Маришка вдруг расплакалась, на своих родителей раскричалась, впервые в жизни, наверное, голос подняла, упрекала, что хотят они счастье ее разрушить, чуть ли не силком вытолкала из дома. Весь вечер умолила Сережу не огорчаться на стариков, мол, они не ведают, что говорят, просила за них прощения. После этого Сережка еще долго и надутый ходил, правда, словами в адрес жены больше не кидался, косо глядел на дом тестя, побаивался, а спустя время вдруг словно ясное солнышко засияло. Обрадовалась Мариша, что муж понял свое счастье, заметил, какая хорошая семья у него, за ум взялся, решила, что наконец-то будет у них самая дружная семья на селе. На радость третьего ребенка родила. Никак Мария после этого не могла приноровиться к мужу. То он ластится к ней, довольный ходит, улыбается, даже не обращает внимания на бардак, устроенный детишками, и на то, что жена суп не успела сварить, подшучивает. А в другой день яйца чернее тучи, мрачный, злой, ко всякой ерунде придирается, устраивает разнос, обвиняет Марию во всех смертных грехах и в том, что жизнь ему попортила. Как гром среди ясного неба узнала случайно новость про то, что спутался Сережка с женщиной одной, что безмужняя ходила, красивая, вся из себя, нахальная. Славилась по округе вроде и нелегкого поведения баба, а мужики вились вокруг нее всякие. Правильно, она всегда нарядная ходит, на каблучках, в платье с оборками, прическу даже сделала на городской манер, короткую, кудрявую, куда Марии, уставшей и вымотанной, с бездетной одиночкой тягаться. Сергея Мариша оправдывала, устал от вопли детских, от лица пресного, жениного, беспорядка вечного. Захотелось мужику хлебнуть чего-то вольного, свободного, искренне надеялась, что этим дело и закончится. Гульнул, да и будет с него, угомониться. Одно непонятно было, зачем Томке сдался Сережка, отец многодетный. Да и чего греха таить. Всем понятно на селе, что в случае развода за его душой ничего не останется. Неужто он нужен будет ей с голым задом? Уверена была Мария, что не соперница Томка ей, не задержится в голове у мужа ее. Да сильно ошибалась. Лет пять Мариша воевала с Тамарой. Не пускала мужа, который три раза пытался уйти насовсем к любовнице. Какие только способы не придумала, чтобы Сережка выкинула с головы злодейку. И ласковая была с ним, и к бабкам ходила, от ворота делала. Что греха таить. Однажды к самой разлучнице явилась. Просила оставить их семью, найти себе мужика свободного. Тщетно. Томка молча слушала Марию, ухмылялась, будто наслаждалась своим положением, тешила свое самолюбие. Когда силы кончились у женщины, устала от страданий этих и выяснения отношений, рукой махнула, Сережка вроде бы отпуская, словно смирилась со своей участью. Мол, иди уже куда хочешь, раз там медом намазан. Сергей же от такого жеста не восхитился. Стал требоваться от Мариши часть дома. А однажды и вовсе предложил ей к стареньким родителям переехать, оставить ему жилище, якобы снова возлюбленный, жить негде. Предложил старшего сына к себе забрать, а жену с дочерьми отправить в отчий дом. Маришка до того вымотанная и на это была согласна, только сына не позволила забрать. Вроде как подавитесь бессовестны, живите как хотите. Сережка аж прям загорелся, представляя свою новую жизнь с красавицей Тони. Не стесняясь жены, рассуждал, куда кровать поставят, куда шкаф. Но снова тесть его планы нарушил, как с цепи сорвался, даже на дочь сорвался, несмотря на возраст преклонный. Велел Сергею образумиться и семью уже не рушить, коли троих настругал. Имея давние связи с председателем, Томку с хорошего места прогнали с позором. Пришлось ей идти в продавщицу. Но эти невзгоды нисколько возлюбленным не мешали, так и крутили шашни чуть ли не до самой старости. Сережа уже не скрывал перед окружающими, что Томка якобы любовь всей его жизни. Жену ни во что не ставил, ходил как обормот, штанами тряс, на посмешившей всей деревне. Всех друзей потерял таким поведением. Даже самый последний алкаш ругал его за то, что жену обижает, детей позорит. Как старики померли, Маришкин родители, так и вовсе распоясался. Ходил и говорил всем, не стыдясь, что скоро выкинет жену из дома, туда Томку любимую приведет, вызывая у нее до более привычную, но злую обиду и горечь на сердце. Все, кто знал семью эту, сначала сильно Сережку ругали, пытались к разуму воззвать, затем плюнули, поняли, что совсем пропащий человек, перекинулись на Маришу, советы давали, кто во что гораздо. Мариша, ну на кой тебе эти нервы под старость лет? И так всю жизнь тебе растоптал. Возвращайся в дом родительский, все одно пустует. Дети взрослые уже, чего вам держаться друг дружке? Пусть сказать, живет как хочет. Да ну ладно, дети приедут, скажут, чего я бегаю по домам, словно коза бездомная, позорю их, как в глаза глядеть буду людям. Видно, еще надеялась в душе, что все же уйдет от Тамары Сережи, испугалась старость в одиночестве встречать. Так и не ушла от него. Зато, как третья дочь в институте отучилась, хорошего парня себе нашла, и жить в городе осталась, тихонечко за три месяца сгорела от болезни, даже к врачам толком не обратившись. Сережа похоронил жену и в тот же вечер привел в дом Томку. Уж насколько соседи знали, что мерзкий человеку, но все равно удивились поступку этому, аж тошно было от рожи его довольны и со слов его про свадьбу скорую. Сиял, словно таз, начищенный от счастья. Первые три дня. На четвертый день спор у молодоженов крепкий возник. Не желала угождать новому мужу Томка, Акимаришка. Знатно подрались Сереже с Томкой. Да так, что выбила женщина ему зуб. А на пятый день и вовсе. Чертыхаясь, он вытолкал разъяренную Тамару в одной ночнушке. А тайну почти все окна ловко перебила банной кочергой. И не сказать, что бабе уже хорошо за пятьдесят. Словно пташка порхала по заваренке, потоптав все кусты малины, еще маришкой посаженные. Обозвала его последними словами, похватала все свои вещи и в свою хибару в старенькую матери вернулась. Велела больше ни на шаг к ней не приближаться. Впрочем, разочарованному Сергею, этого и говорить не стоило. Он и сам больше видеть не мог эту женщину, с которой жить мечтал, грезил почти двадцать лет. Не верил, что мог так пылать страстью к бессовестной нахалке. Сейчас смотрел на нее с ненавистью, мечтая придушить и не видеть больше никогда вовек эту шельню. То не нервы дали о себе знать, то лекарь небесная, а получил сережка инфаркт, лет шестидесяти еще не справив. Кое-как спасли, но посадили врачи на лекарства сильные, велели срочную операцию дорогую делать и к детям перебираться скорее, чтобы хоть какой-то догляд был, ежели дурно станет отцу, хотя бы до больницы довезут, помощь окажут. Кинулся он было к сыну, затем к дочерям. Никакого толку, не хотят папку к себе забирать. У одного, видите ли, квартира маленькая в кредит, жена будет недовольная, у другой младенец на руках, ей покой нужен. А третья и вовсе грубо напомнила, как мамку он на тот свет спровадил своими выходками. На операцию хотя бы денег хотел спросить, и тут неудача. Видно, плохих детей вырастили они с Маришкой. Ни один из трех даже не почесался, и рубля не предложил. Мол, мы и сами перебиваемся, на геленджик копим, а операция в твоем возрасте опасное дело. Дескать, сиди, папаша, и жди своего часа. Как судьба повернет, так и будет. Но не сволочи ли так с родным отцом поступить? Страшно Сережке теперь одному в пустом доме находиться, особенно, когда погода меняется или перенервничала Лешку. Сидит до самой ночи на скамье своей, вроде как на виду. Если свалится, то соседи уж какие бы плохие не были, не пройдут мимо, врача позовут. Завистью наблюдал за соседями ровесниками, что дружно внуков выгуливали, в гости друг друга звали, а про него словно забыли все. Пока смотрит на улицу, мысли пробегают, что жизнь несправедливая, так обошлась с ним круто. Остался совсем один. Детей троих имея, можно сказать, зря корячился на них, хлеб зарабатывал, сердце свое надорвал, а они с ним как щенком пляшивы. Обидно было до слез, иной раз не мог сдержаться, плакал тихонечко сам себе, провожал взглядом равнодушных прохожих, понимая, что не пожалеет его никто, кому он нужен, больной да старый. не пожалеет, не пожалеет, не пожалеет.